Добрый день, дорогие друзья, я хотел бы вам сегодня рассказать о экологических проблемах агроцинозов. Меня зовут Киль Владимирович, профессор кафедры геоэкологии и природопользования, доктор биологических наук. В целом, экосистемы можно подразделить на естественные и искусственные. Естественным относят лес, лук, озеро, океан и другие. А к искусственным это огород, пашня, теплица, поле и другие. В чем принципиальное отличие естественных от искусственных экосистем? Первые, не зависят от человека и устойчивого времени, вторые, наоборот, созданным человеком и неустойчивого времени, поскольку нуждаются в постоянной заботе человека. Основным типом искусственных экосистем является агроциноз. От греческого агрос поле, коинос, общий, то есть общее поле. Это поле подсолнечника, например, пшеницы, кукурузы и так далее. Поскольку, как я уже говорил, все искусственные экосистемы нуждаются в внимании и заботе человека, то и агроциноз не исключением является. Что конкретно здесь требуется от человека? Нужно вносить удобрения, нужно защищать от вредных организмов, растениям, нужно орошать в засусливых зонах, подготавливать поле, убирать урожаи, нужна плодородная земля, нужны высокоурожайные сорта. Каковы основные экологические проблемы агроциноза? Я разбил их на четыре основные группы. Первая – деградация почв. Сюда включается дегумификация, эрозия, опустынивание, засоление и заболачивание. Второе – химическое загрязнение окружающей среды и сельхозпродукции, вызванное ядохимикатами. Третье – это снижение биоразнообразия. Четвертое – сведение лесов. Поговорим более подробно об этих проблемах. Но сначала хотелось бы отметить, каковы основные причины экологических проблем. Это избыточное орошение, это механизация сельскохозяйственного производства, это нерациональное использование ядохимикатов, использование монокультур и в целом экстенсивный путь развития мирового сельского хозяйства в ряде регионов мира. Откуда берут начало, свое начало, эти все проблемы? С 50-х, 60-х годов прошлого столетия Норман Барлаук создал короткостебельные, высоковырожайные сорта пшеницы. И благодаря этим сортам он накормил, по сути, полмира. Сначала эти сорта были внедрены в высокоразвитых странах, поскольку они требовали механизации, химизации и орошения варидных зонах. А позже он эти технологии, эти сорта передал развивающие страны, такие как Мексика, Индия и другие. И урожайность возросла в результате в 3-5 раз в некоторых странах. В Аргентине позволяло собирать урожай 2 раза, например, в год. Все это привело к тому, что население этих стран было накормлено. Но в то же время эти революции, первая и вторая их называют, связанные сначала с индустриально развитыми странами, а затем с развивающимися, они принесли с собой и проблемы экологические. Итак, какие проблемы экологически вызывают с орошением избыточным? Хочу подчеркнуть, что сегодня засушливые, полузасушливые земли занимают свыше 50% поверхности суши. В России 75% пашни находятся в зонах неустойчивого или недостаточно увлажнения. Когда вода некачественная, полив идет полей некачественной водой, и в избытке в большом возникают первое, проблемы такие, как засоление. Называется вторичное засоление почв. Здесь вот я привожу иллюстрации таких засолений солончаков. Сегодня в мире теряется из засоления 300 тысяч гектар ежегодно орошаемых земель. Общая площадь в среднем засоленных земель достигла 30 миллионов гектар. Это примерно 25% всех орошаемых земель. Хотя в некоторых странах эта цифра достигает 70%, как в Египте, в Ираке более 50%, в Индии более 60%. Еще одна проблема, связанная с избыточным орошением, это большой расход воды пресной, которая, вы знаете, сегодня является дефицитным ресурсом во многих странах. Малоэффективность ее использования. Обычно КПД равен 0,4-0,6. Что такое здесь в данном случае КПД? КПД – это коэффициент полезного действия для поля, который рассчитывается как отношение объема используемой воды к объему, забираемой растениям воды. Мы видим очень низкий КПД в данном случае. Хочу подчеркнуть, что сельское хозяйство и всех отраслей мирового хозяйства является основным потребителем пресной воды. Основным потребителем пресной воды. Поскольку некоторые культуры, такие как хлопчатник, требуют рис огромного количества воды. В частности, на одну тонну хлопка уходит 20 тысяч литров воды. На одну тонну риса где-то 7-8. На производство одной тонны говядины – 8 тысяч литров воды. Для сравнения, на производство одной тонны алюминия наиболее водоемкое производство уходит 10 тысяч литров воды. Вот здесь я привожу верхние таблицы, верхние рисунки. И неправильное расширение может привести в конечном итоге к экологической катастрофе. зону экологического бедствия. Это пример тому, например, Аральское море в районе Казахстана и Узбекистана. Вот данные 1976 года, какой большой объем был воды в Аралье. В 1997 мы видим уже территорию Аральского моря значительно сократилась. И в 2007 год у меня в фотографии спутниковой практически не осталось воды. Исчезло судоходство, рыболовство. Что произошло? В результате неправильного орошения, вот произошла эта катастрофа. Воду забирали из рек Сырдарья и Амударья, которые впадают в Аральское море, в значительном количестве, на ирригацию хлопчатника. Кроме всего прочего, большое количество пестицидов было использовано. И в результате образовалось, помимо всего прочего, что погибло Аральское море. В результате в том районе очень сильное химическое загрязнение пестицидами и очень много солончаков, засоленных почв. Кроме того, избыточное орошение требует строительство водохранилищ. Это искусственные озера, созданные руками человека для хозяйственных нужд. Их назначение – это выравнивание основного стока речных вод, регулирование его для работы гидроэлектростанций или систем растительных каналов и так далее. Однако, некоторые проблемы продолжают быть. И угроза затопления территории остается. И в частности, в Кыргызстане, Токтагульское водохранилище затопило 23 тысячи гектаров орошаемых и 4 тысячи гектаров других сельхозугодий и так далее. Есть еще одна проблема – изменяется климат. Пример там у нашего, например, Кубанское море водохранилища, которая изменила климат у нас, которая вот уже более 40 лет была тому назад построена и, естественно, повлияла на климат нашего края. Он стал другим. И более влажным исчезли зимы такие, которые были до его строительства, когда в сугробах долгое время могли держаться снег, были морозы и так далее. Четвертый момент, связанный с избыточным орошением – это заболачивание. Избыточное количество воды приводит к подъему грунтовых вод. Вследствие этого мы наблюдаем такие явления, как заболачивание территории. Следующая проблема, причина, которая вызывает экологические проблемы – это механизация сельского хозяйства, как я уже говорил. Сегодня в развитых странах невозможно производствовать сельхозпродукции без применения машино-тракторных агрегатов, необходимых для вспашки, посевы, обработки, уборки и переработки полученной продукции. Но что по результате получается? Поскольку многократное воздействие тяжелой техники на почву уплотняет ее, в конечном итоге ухудшаются ее свойства. Это приводит к развитию ветровой водной эрозии. По сути, эрозия – это разрушение почвы, она становится непригодной для сельскохозяйственных нужд. С чего начинается весь процесс эрозии? С уплотнения. В результате уплотнения создаются анаэробные условия, развиваются процессы брожения, изменяются биохимические реакции в почве, нарушается водно-воздушный режим почвы, накапливаются сульфат-редуцирующие бактерии и сероводород. В результате их действий – токсичное вещество для организмов. В результате неоднократного передвижения машин по полю тяжелой техники почва уплотняется примерно на глубину до 100 см, а следы машины покрывают до 80% поля. Вот так, под влиянием тяжелой техники, у нас плотность почвы возросла к настоящему времени на 20%. Следующая проблема, которая связана с механизацией – это дегумификация почв. Это процесс выноса плодородной составляющей почвы, гумуса на машиноколесах и гусеницах тракторов и других агрегатов и с урожаем вместе, особенно во влажную погоду. Такие потери почвы достигают примерно 16%. Дождливую погоду с корнями из самого плодородного слоя выносят до 4 тонн гектар почвы. На овощные базы ежегодно вместе с картофелем и овощами завозятся до 100 тысяч тонн почвы. Это равносильно потере ее 30-сантиметрового слоя на площади 43 гектара. Ежегодный суммарный унос почвы составляет 1,5 миллиарда тонн. Еще одна проблема, связанная с использованием техники в сельском хозяйстве, это загрязнение атмосферы, поскольку идет сжигание топлива в агрегатах машино-тракторных. И это вызывает загрязнение атмосферы, которое сегодня можно сравнить с воздействием крупных промышленных предприятий. Каковы основные токсиканты атмосферы? В данном случае это окислоуглерода, азота и серы, это полиароматические углеводороды, это альдегиды, это бензопирен, вызывающий рак, это тяжелые металлы, свинец и другие, это альдегиды и многие-многие десятки других токсичных веществ. Еще одна причина, которая вызывает экологические проблемы агроцинозов, это химизация, как я говорил, сельского хозяйства, ядохимикаты, использование ядохимикатов. В конечном итоге все сводится, что такое ядохимикаты? Прежде всего это удобрения и пестициды. Поговорим немножко о минеральных удобрениях. Поскольку еще раз говорю, урожай выносится с поля, выносится соответственно из почвы фосфора, азот, калий, другие необходимые растениям вещества. Их надо возмещать. Возмещают их один из способов, это минеральные удобрения. Это неорганические соединения, которые как раз содержат необходимые растениям элементы питания. Основные какие удобрения? Здесь я привожу некоторые виды минеральных удобрений. Основные три вида существуют минеральных удобрений. Это азотные, калийные и фосфорные. Их структура производства примерно такая. Вот в нашей стране на сегодняшний день современная. Это 45% производится азотных удобрений. Из всех удобрений 38% калийных удобрений и 17% фосфорных. Примерно такая же картина в целом и в мире. Но в чем здесь проблема? Для достижения наибольшей эффективности минеральных удобрений нужно соблюдать сроки, нормы внесения их. И применять их в неразрывном комплексе с другими агротехническими мероприятиями. Хорошая обработка почвы, водный режим правильный и так далее. Когда это не соблюдается, возникают экологические проблемы. На самом деле эффективность внесения их высокая. Если мы соблюдаем все технологии внесения, то это не только окупает расходы, это еще и приносит прибыль хозяйству. Каковы некоторые проблемы, связанные с удобрениями? Ну вот например с фосфорными удобрениями, такими как суперфосфат и другие. Прежде всего это эфтрификация водоемов и накопление в почве тяжелых металлов. Накопление в почве тяжелых металлов откуда связано? С тем, что они находятся в качестве примесей в фосфорных удобрениях. Сегодня производство таково в фосфорных удобрениях, что невозможно освободиться от примесей тяжелых металлов. Соответственно они будут накапливаться в почве. Кроме всего прочего, это эфтрификация водоемов. Здесь я привожу некоторые основные виды фосфорного удобрения, суперфосфат. И сейчас, чуть-чуть позже, поговорим об эфтрификации. Хочу сразу сказать, почему возникает эфтрификация. Потому что около 60% вносимых в почву удобрения вымываются из них. И поступают в водохранилище. Как раз в результате того, что неправильное внесение. Кроме того, в водохранилище поступают плохо очищенные воды, истоки животноводческих комплексов, птицефабрик, фермы различных. Это тоже причины эфтрификации. Что такое эфтрификация? Другими словами, это цветение водоема. Синие и зеленые водоросли очень сильно размножаются. Они токсичны к тому же. Это приводит к снижению прозрачности воды, неприятному запаху, дефициту кислорода, гибнет рыба, накапливаются токсины. В результате такой водоем становится безжизненным, непригодным даже для питья животным и купания. Калийные удобрения. Другой вид удобрений, которые вторые у нас идут по распространенности, по производству, напомню, 38%. Каковы неблагоприятные последствия? Накопление ионов хлора в почве. Потому что основное удобрение это калий хлористый. Наряду с калием хлор попадает в почву. А хлор токсичен, снижает плодородие, токсичен для растений. Кроме того, попадая в грунтовые воды, в конечном итоге повышает концентрацию солей в них. Ну, тут некоторые виды калийных удобрений я привожу. Азотные удобрения. Основной вид минеральных удобрений. Такие, как аммиачная селитра, мочевина и другие. Каковы неблагоприятные экологические последствия этого вида удобрений? Это нитраты и нитриты, которые накапливаются растениями. В растениях образуются. Потом в организме под действием верментов нитрозамины превращаются. Нитраты и нитриты сами по себе токсичны. Мы знаем, что отравление людей зачастую бывает в ряде особенно бахчевых культур. Арбузы, например, нитраты и нитриты, когда накапливаются в них в больших количествах, это может вызывать отравление. Ну и образование нитрозаминов в организме человека приводит, в конце концов, к образованию рака. Кроме того, внесение азотных удобрений повышает накопление диоксида азота в атмосфере. А это один из парниковых газов. И приводит к микробному токсикозу почв. К микробному токсикозу почв. Еще одна группа яда химикатов это пестициды. Это средства химические защиты растений. Без того, чтобы защитить урожай, сегодня не обходится практически ни одно хозяйство. Исключая органическое земледелие. Необходимое для производства продуктов детского питания, лечебного. Но это один процент от всех площадей. В основном, сегодня на всех площадях распыляют пестициды. От насекомых вредных, инсектициды их называют. От болезней различных растений. Фунгициды, от сорняков, гербициды сорных растений. Каковы экологические последствия применения пестицидов? Первое. Высокая их токсичность. В основном они все высоко токсичны для теплокровных и человека. Это фосфорорганика, это хлорорганика, это перетроиды. Это соединения высоко токсичны. Не только для вредных организмов. Это персистентность. То есть зачастую многие из них долго разлагаются в почве. И сохраняют свою активность на протяжении многих месяцев. Это снижение биоразнообразия. Когда мы, они же широкого спектра действия. Они бьют не только по вредной энтомофауне и флоре. Но и по полезным организмам. По полезным насекомым в частности. В результате снижается биоразнообразие. Видовое. И резистентность возникает плюс ко всему у вредных организмов. То есть они становятся устойчивыми. Устойчивыми напротив. Вырабатывают устойчивость. А что это такое? К чему это приводит устойчивость вредных организмов к химическим инсектициям? К тому, что увеличивается кратность обработок. Увеличивается доза обработок. Все это многократно увеличивает расход химических средств на полях. В результате многократно идет загрязнение окружающей среды, почвы, воды. Все это попадает в конце концов и в продукцию нашу сельскохозяйственную. И нам на стол. Ну и наконец они накапливаются по трофическим цепям. Если мы, например, как было в 40-е и 50-е годы прошлого столетия в Соединенных Штатах решили избавиться от комаров. И обработали озеро Мичиган пестицидами. То потом через 2 года обнаружили, что птицы в районе этого озера стали погибать. Когда обнаружили в чем дело, оказалось, что в рыбоядных птицах большое количество этого пестицида ДДТ. Вот что произошло. Он накапливается в воде. Сначала зоопланктон его, потом фитопланктон, потом зоопланктон, потом рыба, которая питается зоопланктоном, потом рыба, которая в ней еще в десятки раз идет больше накопления, которая в хищной рыбе. И в конечном итоге в рыбоядных птицах накапливается. В конечном итоге концентрация в птицах была в 2500 раз больше, чем концентрация в самом водоеме. Вот что такое накопление по трофическим цепям. Поэтому даже если мы сегодня не применяем такой пестицид, как ДДТ, это еще не значит, что он не может оказаться у нас на столе. Потому что десятки лет он может еще находиться в таких экосистемах и ходить по трофическим цепям. Следующая проблема, связанная с внедрением монокультуры, это сокращение генетического разнообразия. Мы говорили о том, что пестициды сокращают видовое разнообразие, но есть еще понятие, как генетическое разнообразие, то есть сортовое в данном случае. По данным ФАО, 75% генетического разнообразия культивируемых растений, существовавшего 100 лет назад, потеряно как раз из индустриации сельского хозяйства и внедрением этих монокультур. Вот тех самых сортов и других, которые сегодня в основном используют хозяйство для производства сельхозпродукции. Это вот такие коммерческие сорта. Ну вот, например, такие примеры я тут привожу. Например, в начале 20 века в различных районах Азии выращивали более 100 тысяч сортов риса. В одной Индии их было известно не менее 30 тысяч. Сегодня 75% урожая риса в Индии получают из семян только 10 сортов. На Шри-Ланке из 2000 разновидностей риса осталось только 5. Зачем мы говорим, почему мы боимся потери генетического разнообразия? Потому что с потерей генетического разнообразия мы можем потерять важные гены. Важные гены устойчивости к болезням, насекомым и так далее. Кукуруза, например, в Мексике, на родине кукурузу, культивируют сегодня только 20% разновидностей этого растения, найденных там в 30-х годах. В 49-м году прошлого столетия в Китае культивировалось около 10 тысяч сортов пшеницы. Сегодня выращиваются менее тысячи. Овощи. Меньше чем за 80 лет исчезло 97% разновидностей овощей, растущих в Соединенных Штатах. Разнообразие генетической капусты сократилось на 95%. Томатов на 81%. Если говорить о фруктах, в США за истекшие 100 лет исчезло почти 6 тысяч сортов яблок. Ну и последнее, наверное, главная причина экологическая, сегодня связанная с введением сельского хозяйства, это сведение лесов под пастбище и пашню. Хочу обратить ваше внимание, что сельское хозяйство, к сожалению, является основной причиной сведения лесов. Конечно, не только сходят леса под пастбище и пашню, это и производство бумаги, это и источник топлива для многих стран, и строительство домов и так далее. Но основная причина, подчеркну, это сельское хозяйство. Потому что не остается сегодня пашни во многих регионах мира и у крестьян, и не остается другого пути, как вырубать леса, сжигать леса, сводить леса под пашни и пастбище. К сожалению, такой экстенсивный, как называется, путь развития. Ну и каждый год хочу отметить, что сводятся леса площадью с Великобританию примерно. Это огромная цифра. Сегодня это практически ведет к катастрофе. Сведение лесов, в свою очередь, ведет к эрозии почвы, в конечном итоге, к усилению парникового эффекта, нарушению водного режима территории и так далее. Это большие-большие... Лес – это легкие планеты, это фильтры нашей планеты, это наша жизнь. Итак, еще раз хотел бы подчеркнуть, какие экологические проблемы агроцинозов существуют на сегодняшний день. Это деградация почв, деградировано огромное количество почв, засолены сегодня, эрадированы. Дегумификация здесь же, заболачивание. Это химическое загрязнение окружающей среды, вызванное ядохимикатами, какими как пестициды, такими как минеральные удобрения. Это снижение биоразнообразия, не только видового под воздействием химических средств защиты, но и генетического разнообразия, вызванного внедрением монокультур в сельское хозяйство. И, наконец, самая большая проблема – это сведение лесов в результате экстенсивного пути развития сельского хозяйства. К сожалению, мы теряем огромное количество территорий лесов, особенно тропических лесов, что очень и очень печально. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.